Губкинские любители живой музыки вновь собрались в детской школе искусств имени Сверидова. В репетиционном зале свою программу представил преподаватель школы искусств, лауреат всероссийских конкурсов Олег Валавин. Особенность концерта – минимальное присутствие электронной аппаратуры. Это сделано для того, чтобы обеспечить инструментам наиболее чистое звучание. Программу открывает французская элегия. Музыкант своей игрой переносит слушателей в Париж начала 20 века. Саксофон – это инструмент, ставший символом джаза и получивший поистине мировое признание. Французскую элегию сменяет американская джазовая композиция, призванная развеять грусть и создать позитивное настроение. Звук саксофона, он отличается от всех других инструментов своим тембром, своим богатством тембра, потому что инструмент может приблизить голос человека, изобразить голос человека и передать любое настроение. Так как я музыкант академический, то есть имею классическое образование, в первую очередь мы исполняли произведения, которые относятся к эпохе романтизма, то есть это ближе к классическому жанру. Олег Валавин родился в городе Белорецкий, Республике Башкортостан. Музыкой заинтересовался, будучи подростком. Олег прошел путь от Белорецкой музыкальной школы до Южноуральского института искусств имени Чайковского. В Губкинском музыкант преподает в классе саксофона. В музыке, как и в спорте, необходимо постоянно поддерживать форму. По словам исполнителя, сольные выступления являются для этого наилучшим подспорьем. За 10 лет моей творческой деятельности, в принципе, приходилось выступать во многих городах. Это примерно городов, наверное, 15 в России. И в общей сложности было исполнено 35 сольных концертов. Руководство школы искусств отмечает, что Олега Валавина отличает серьезный подход к инструменту, качественное исполнение и разнообразие в подборе композиций. Концерт Олега Валавина получился очень интересным, насыщенным. Музыкант сам вел этот концерт, рассказывал про ту музыку, которую он исполняет, про композиторов, про свое личное отношение к этой музыке. Он концертирующий музыкант, владеет инструментом на высоком уровне. После концерта Олег продолжит уроки в классе. Необходимо подготовить учеников для предстоящего выступления. Уже в следующем месяце губкинские любители живой музыки смогут собраться в детской школе искусств, чтобы вновь восхититься звучанием саксофона. Субтитры создавал DimaTorzok